Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео по игре Зеногирс. Приятного просмотра! В предыдущей серии мы угнали Голиаф. Победили двух боссов, один из них был Физ-6, а второй был Граф. Кстати, без Гира, если что. И он бы нам всыпал люлей, на самом деле, если бы мы его не сдули, наверное, с крыла. Ну, по сути, всё. Ладненько, давайте пообщаемся с нашими на корабле сейчас, ну и продолжим нашу... Наш перелёт, получается. Так, он опять молчит. А, мастер Вика, не кричите, пожалуйста, на меня, это была шутка. Мастер Вика, из-за вас я стал таким, давай! Заткнись! А-а-а! Понятно. Чёрт, почему на меня орут, когда именно я его убил? Понятно, ну ладно, окей. Этот человек целился не в меня, почему? А в кого он целился? Не в тебя он целился. Может, потому что ему так-то нафиг не нужно, нет? Ладно, Цитан, давай, рассказывай. Док, я не знаю, как это сказать, но у меня плохое предчувствие. Ты думаешь о том человеке в чёрном? Мысли о нём никуда тебя... Мысли о нём никуда тебя не приведут. Прежде всего, это на тебя не похоже. Это не та... Это не то. И это не так. Это как по ощущениям тревоги, которого у меня раньше... Которое у меня было раньше. Ты тоже? Что ж, по правде говоря, у меня возникает ощущение дежавю. И мне кажется, что за нами следят. А может быть, тебе и не кажется. Да, наша информация была верна. Это Кисляв. Он огромный. Это кажется... Точно. Это Кисляв. Тот самый из подземной фабрики, в котором ты... А так... А... Точно. Это Кисляв. Тот самый из подземной фабрики, в котором ты... Мы так много слышали. Чёрт, они пытаются отомстить. Но они собираются бомбить Бледавик. В любом случае, не стоит его так разгонять, хорошо? Ганнер. Опять он куда-то лезет. Не туда, куда ему нужно. Нет, ракета Барта. Топливо. Потребуется 15 секунд после открытия люка, чтобы добраться до иллюминатора. Франц. Я не слышу ничего, кроме шума ветра на поверхности и звук нашего двигателя. Судя по радару и сонору, угроза минимальная. Начинаем. Готовность номер один. Молодой мастер, что происходит? Почему такая паника? Молодой мастер, снова? Всем занять боевые позиции. Поверхностная навигация. Закрыть вентиль. Продуть основной бак. Приготовиться к бою против воздушных кораблей при всплытии. А он не знает, когда нужно остановиться. Молодой мастер, ракеты Гангейни. Гангейни? Нам нужно разрешение более половины членов команды. Поверхностный бой. Приготовить зенитное орудие. Ганнер, дай мне залп ракетами Барта. Теперь они лазают по воде, да? Прикольно. В чем дело? Ой, ни в чем. Хорошо, я рада. Ладно, ацетан в порядке. Мы летели на таком большом корабле. Что если Кислиф или Абих найдут нас? Мы в полном порядке. Я подумал об этом. И выбрал курс над Борем. Там нет никаких боевых подразделений. Да и все равно, эту штуку не так легко и победить. Этого не может быть. На нас нападают. Враги? Я не знаю, но я не думаю, что они смогут здесь погрузиться. Мы в порядке? К сожалению, нам не избежать погружения. Фея и Элли, выходите первыми, я пойду позже. Но у нас сейчас нет времени на дебаты, фей. Ты считаешь, что обладаешь способностями, достаточными для того, чтобы поддержать Голиафа в воздухе достаточно долго? Тогда скорее выбирайся. Скорее. И ты тоже, Хаммер, ты тоже пойдешь? Да, сэр. Кончай бездельничать, мы выступаем. Да, сэр. Итак, куда они? Этот корабль. Сигурд. Кажется, тебе стоило подумать об изменении способа наведения дисциплины. На самом деле, да, я тоже так думаю, что ему стоило бы подумать. И воспитать мастера как-нибудь по-другому. Связаться там с кораблем, все остальное. Для начала, перед тем, как стрелять. Это мощь ракеты Барта. Даже прототип Кислива не сможет оставить против нее. А, эй! Отойди! Не подходи! Дострелялся, походу. Молодец. Красавчик. Я, честно говоря, не удивлен. Это было ожидаемо. У нас есть координаты последней вибрации. Пространство. H24, Е92. Игнос, район Аллахана. Северо-восточный океан. Из волновой схемы ясно, что это определенно привратник. Над матеряком нет обычных перелетов. Неужели это Афель Аура Шивата? Нет, масса другая. Это более мелкая схема. Не могу поверить, что у ягнят есть корабль, оснащенный привратником. Наверное, это Кислив. Последняя очистка не была завершена. Черт. Разве вы не должны были преследовать? Что? Тот, кто принес вам столько забот и печали, находится на этом корабле. И он отправился в Акваве. Направляется в Акваве. Но все команды находятся на чеку. Мы нападаем на корабль Кислива. Мы не можем, коммодор. У нас пока еще нет приказа столицы. Если мы двинемся дальше... Мне наплевать, я не позволю ему идти. Ну все. Разумус походу, кажется, не слаб. Ну, собственно, я не удивлен. Кажется, я уже сказал, что твои уловки тебе не помогут. Я просто пытаюсь помочь. Разве я не снял эти аковы? Не сняла. Теперь ты знаешь, что сосуд ответит только избранному. Они этого не знают. Но он необходим Кару. Вон смысл существования, Каро. Да, я должна тебя поблагодарить. Ведь в конце концов ты мне помог. Да? Но это было для меня. Или для него. Или для себя. Ну, а в ответ, я так понимаю, мы ничего не услышим. Понятно. Ясненько. Ну, окей. Так, кораблик Авиха, а точнее Гебблера. Ну, кстати, по сравнению с Голиафоном, довольно-таки маленький. Серьезно. Мы используем связь между воротами 1 и 2. Это кратчайшая дорога в Акваве. Отлично. Послание от Килвины. Доминия отступает в Хайшао. Она будет преследовать конвой. Воздушный корабль. Какие страшные вещи они там говорят между собой. О, опять эти головы. Здрасте. Непослушание. Прекрас Размуса раскапывать реликты анима на Игнесе. И присматривать за ягнятами. Что он? Мы можем собрать реликты анима в любое время. Более того, мы выяснили, что он находился на борту корабля. Размус наверняка преследовал его. Вот это и была травма. Нет, в таком случае Книград. Это были серьезные внешние ранения. Если верить кубу памяти, мы обнаружили рядом с ним множество субъектов, обладающих фактором анимуса. Это Суфради, объект проекта М? Да. Совпадения? Нет, гораздо больше. Их либо тянуло к нему, либо... Неожиданно он возвращается в то же состояние, что и 500 лет назад. Но, однако, нельзя исключать возможность, что он спланировал это преднамеренно. Пункт назначения Аквави. Рядом с Темзой. Если это Аквави, то туда направляется Крэллиан. Крэллиан? Сам? Зачем? Кажется, они его нашли. Более 4 тысячи лет он искал наследие Забойма. Наследие? Это та технология, о которой он говорил? Да. Молекулярная инженерия, нанотехнология, земля всех созданий, столица культуры Забойма, находится под поверхностью океана в Акваве. 19 лет это сдержали это в секрете. Разве это приемлемо, Каин? Император... А, это... Да, пока сойдет. Это сам Император Каин, я понял. 19 лет. Это совпадает с тем временем, когда земля изменилась. Да. Но я не понимаю, эта технология не так уж и важна для нас. Ведь он все еще ягненок. Свобода его действий все еще не находится под вопросом. Бывают моменты, когда даже мы не знаем, что он думает. Пусть будет так. Я возьму на себя ответственность за это. С другой стороны, разве вы не собирались уничтожить его? Это еще не точно. Скорее всего, его местонахождение Игнес. В любом случае, я никогда не верил, что его будет так легко уничтожить. Очистка была ошибкой. Такого больше никогда не повторится. Если они мы собрались вместе, то тем более. Да. Каин, почему вы так озабочены этим? Для нас он имеет знач... Для нас он значения не имеет. Он может быть только ядом для нас. Но противоядие никогда... А на Нелбе. Ты все еще не веришь в это, не так ли? Это всего лишь иллюзия. Даже не идеал. В результате я такой, какой есть сейчас. Как ты сам видишь. Или даже... Это та эмоция, которую ты совсем позабыл. Честно, я вот сейчас так же, как вот Каин в данный момент. Каин, мы боги. Так... Окей, я попытаюсь это понять, но... Это сложно. Они иной раз несут такую дичь. Ну ладно. Ах, ох! Где я? Я была с феей. Мы направляли задний блок. Фей, где ты, фей? Ага, мы управляем Элли. Забавно. Так. Это что сейчас за стук был? Какой-то люк, отличающийся от всего. Ну, здесь больше ничего нет, кроме этого люка. Давайте потыкаем люк. Элли, ты проснулась? Я проснулась. Что ты делаешь? Я искал тебя. Запас меньше, чем на два дня. А, я искал тебя здесь. Запас меньше, чем на два дня. Запас чего? Еды. Нам повезло, что мы вообще ее нашли. Но где все остальное? Неужели выжили только мы? Нам надо что-то делать. Я пойду наловлю рыбы. Фей? Они в порядке. Что? Они в порядке. Док, Рика, Хаммер, все остальные. С ними все будет хорошо. Довольно-таки самоуверенно. Хаммер, Рика, проснитесь. Ну, скорее всего, цитанда. Где мы? Что это за место? Чем-то воняет. Мы внутри корабля... Мы внутри корабля Барта и его команды. Они спасли нас после того, как сбили нас в Голиафе. Кто такой этот Барт и его команда? Скажем так, они бандиты, грабящие авих. Барт их лидер. Хотя он еще и молод. Бандиты в наше время? Серьезный товарищ, мне это нравится. Ты не хочешь начать со встречи с Бартом? Хм, ты читаешь мои мысли. Я останусь здесь. А чё это ты здесь останешься? Ну, окей, ладно. Дело твое. Не нравишься ты мне, на самом деле, Хаммер. Последнее время особенно. Вначале у меня были какие-то сомнения по поводу тебя, а сейчас ты мне просто не нравишься. Ладно. Так. Мэйсон. Ох, доктор Рузак, извините, что я вас так использовал. Нам нужно было остановить молодого мастера. Мне очень жаль. Моя хроническая боль в пояснице усилилась со времен моего безработного времяпрепровождения в авихе. Очень полезная информация, будем честными. Так, здесь никого нет. Окей. Тогда, получается, уходим вот сюда. Хотя здесь можно было сохраниться. Может быть, это того стоило? Давайте вернёмся, сохранимся. Я думаю, это до того стоит. Так, сохраняемся. File save. Так, давай, прогружайся. Карта памяти. Ну, ну, отлично. Так. Сохраняем. Ну, и пойдёмте дальше. Ну, я так понимаю, нам на мостик надо. Давайте на мостик перейдём. Так, на мостик нам надо на лифт. Ну, и получается, вот он мостик. Да, вот он, Барт. Неужели это доктор Цитан Узаки и его... Ээээ, лучший друг? Я вижу, что наконец-то проснулся. Мне очень жаль, что так всё получилось. Прости меня. Ну, знаешь, у меня есть имя. Рикардо Бандерас. Но все меня зовут Рико. Ну, за что ты перед нами не извиняешься? Ну, кажется, мне стоит прекратить околачивать груши. Обычно я не так откровенен и готов извиняться, но что он пытается сказать? Люди, которые нас сбили и люди, которые нас спасли, входят в команду этого корабля. Я не хотел этого сказать. Эээ, я не хотел сказать, что Голиаф, на котором мы летели, был сбит. Да, здесь ты немного тормозишь, большой друг. Вообще-то, наш Игдразиль-2 хорошо поработал, сбив этот монстровый аэроплан. Это было замечательно. Тебе надо было видеть это. Да, мои ракеты Барт были просто чудесны. Ааа, я тебя так просто не прощу! На самом деле, я его прекрасно понимаю. Это было действительно неприятно. Я так и знала. Я думал, что эта штука парит как-то необычно. Но даже зная это, мы все равно их не можем вызволить, не так ли? Они под нами, но за стеной и за толщей воды. Это, видимо, Велтал и Вердж. Хорошо, это или плохо, но они будут рядом с нами. Но сейчас они абсолютно бесполезны. Кажется, наши роботы находятся здесь, внизу феи, но нам их не достать. Что ты делаешь, фей? Что я делаю? А ты не понимаешь, я пытаюсь поймать рыбу. Она прыгает передо мной вверх-вниз и думает, что может меня дурачить. Ах ты, мерзавка, я тебя вижу! Хм, ты же и не собираешься поймать, если есть, не так ли? Ну, если мы не будем есть, мы умрем. Ага, попалась. Ты шутишь? Ты заболеешь. Ты не будешь есть? Так, нам нужно ее как-то приготовить. Эй, слушай, прекрати, я не буду виноват, если ты заболеешь и умрешь. Не волнуйся, как только она окажется у тебя в желудке, она будет такой же, как и другая еда. Я не собираюсь, фей, посмотри сюда. Что, рыба ускользнула? О чем ты говоришь? Она все еще и здесь. Что я за это... Че, опять шиват, что ли? Да, действительно, опять шиват. Такую штуку я видел в пустыне, но на этот раз она летит намного выше. Это шиват, это его нормальная высота. Шиват? Где я слышал? А, да, точно. Тот странный человек в Москве, он сказал, что мой отец работал в этой армии. Старик и друг сказали, что это блюдце и есть та самая страна, где жили моя мать и отец. Правда? А я и не знала. Эта страна находится за пределами доступной территории для Соляриса. Шиват использует тот же тип барьера, что и Солярис, поэтому до него нельзя добраться обычным способом. Как может такая штука, которая летает, так высоко быть целой страной? Мда, я не виню тебя за то, что ты так удивлен. Обычно она зависает над областью моря, известной как острова Аквави. Ты, наверное, видел ее во время выполнения особого задания. Поэтому она летала так низко. Шиват. Да, довольно таки интересное место, наверное. Ой. А чё, ой-то? Видимо, ракеты Борта были не очень хорошей идеей. Мда. Мы смогли спасти тебя и твоих друзей, Цитан. Ну, интересно, что стало с феем Элли. Я уверен, они выжили. И еще раз. Чёрт. Морской бриз щиплет глаза. Так вот, что называется морем? Прежде всего, мне нужно извиниться перед этими двумя. Ну, сходи еще раз попробуй извиниться. Мне вряд ли это поможет. Так, ладно. Надо найти кого-нибудь. Не знаю, Цитана. Хотя там, подожди, Цитана искать. А возможно и Цитана. Ладно, давайте на мостик поднимемся. Мы как поднимемся? Зайдем. Здесь никого нет, кроме Сигурда. Окей. Он нам не нужен. Уходим обратно. Воходим в лифт. На самом деле, не так много мест, куда мы можем пройти. Так. Можем зайти сюда. Может быть, фея опять с Мэйсон. С Мэйсоном или с Мэйсоном. Я так и не понял, кто она есть. Или кто он? Ох, ё-мое. А че такой диалог большой? Я даже это читать и сейчас не хочу. Ну, короче, я понял, он опять причитает. В любом случае, тебе нужно извиниться перед доктором музыки и его другом мастером Рико, не так ли? Они направились в ангар роботов. Отлично. У нас есть подсказка. Там целая куча причитаний на то, что вот твой отец был хорошим, а ты непослушный малец. Тебе нужно побольше меня слушать и все остальное. Я тут не просто так и все остальное и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, собственно, я не удивлен. Так, ну, раз мы находимся здесь, у Бригандина их точно нет. Возможно, они у Сира. Или как там он называется правильно? Ну, короче, у Гира Рико. Ну и, походу, я попал в точечку прям как надо. Окей, ладно. Знаешь? Эй! Кончай играть в молчанку. Я пришел сюда, чтобы извиниться. Что с тобой такое? Я думал, я с тобой разобрался. Я не из тех людей, которые обращают внимание на прошлое. Я больше озабочен вот этими двумя роботами. Кто ты, черт возьми, такой? Я удивлен тем, как ты их хорошо отрегулировал. Я думал, что только мы с Феем умеем так хорошо обращаться с роботами. Да, ты действительно чемпион турнира. Ой, я хотел сказать бывший чемпион. Я впечатлен твоей способностью определять робота просто по его внешнему виду. Видимо, не все можно узнать о мире в темной тюрьме. Весьма интересно. Я собирался пойти дальше, но я передумал. Позволь мне к вам присоединиться, босс. Я думаю, это нормально. Что-нибудь еще скажешь, нет? Ну, есть ты еще цвета, но он был в магазине роботов. Окей. Спасибо за информацию. Это я ценю. Хорошая информация всегда полезна. Надо было, наверное, про... Да как же он называется-то? Короче, про его гир прочитать. Ну, ладно. Собереться, команда. Дай почитаем. Тут плюс еще там появится гир Элли, про который тоже надо будет почитать. Ну, да ладно. Давайте в магазин роботов направимся. Может, прогрейдим их немножко. Ну, хоть чуть-чуть. Может, получится. Так, Цитан, я тебя вижу, но ты подождешь пока. О, Барт, спасибо, что разрешил мне проехаться на своем игрозиле. Я всегда хотел на нем прокатиться. Все хорошо. Дети находятся в безопасности под попечением Ниссана. Что ты собираешься делать со своим роботом? А тебе какая разница? Так, топливо на полной. О, нифига себе. Новые грейды. Теперь 2000 топлива можно напяливать. Отлично просто. Ну что, напичкиваем всех наших гиров топливом. По 2000, чтобы было. По две с половиной даже. Великолепно просто. Больше топлива, больше. Так, по фреймам у нас что? Сейчас стоит 5100, сейчас можно купить 6100. Великолепно. Так, 5800. Ммм, как вкусно. Так. А здесь у нас топовая стоит штука. Тогда отмена. Тебе не надо, у тебя это хорошая штука. Так, Брик 6400. Ммм. Ммм. И... Как что ты? Стир называешься? Вон. Вен... Вен... Веному. Походу скоро будет новый гир. Еще один персонаж откроется. Забавно. Так, здесь у нас что? 200 защиты и 200 защиты от эфира, я так понимаю. А здесь 250 просто защиты. Давайте, наверное, вот этот поставим, который еще от эфира защиту добавляет. 250 защиты общей, конечно, это хорошо. Точнее, подождите. AR... Это, по-моему, эфир, да, типа того, атаки эфира. Рояр. А воли это единицы. Давайте, наверное, вот это поставим. Защитку. 200 единиц обычной защиты и 200... И полтинник сверху такой. Эфирная защита. Будет лучше, я думаю. Да, пока что будем так. Ладно. Так. Что у нас по покупочкам есть что-нибудь? Да, у нас явно будет скоро новый гир. Причем какой-то по патрончикам, типа 100 шотов. Какой-то гир с патронами. Ладно. Что по частям? Extra Air плюс 4 есть. Подвижность в степи, в воде, в защита. Увеличивает эффективность машины и... Мощность и защиту эфира увеличивают. А защита брони плюс 15. Это плюс 20, а это плюс 15. Стоимость одна. Тогда зачем? Типа легкий? Не знаю смысла, не вижу. Окей, я понял. Плюс полтишок. Вообще по-хорошему каждому надо в гир воткнуть такую штуку. То бишь мне нужно 4 вещи таких. И по-хорошему надо бы прикупить, наверное, Extra Air. 5 штучек. Пускай будет. Сейчас мы их установ... А как я их установлю, если у меня доступ только... Или подождите, или я могу поставить? Нет, здесь я могу работать только с одним гиром. А, подождите, там же есть, по-моему, Equip или нету в тюнапе? Тюнап? Нет, тут только топливо, ХП. Не, закупился я, конечно, хорошо. Никто не спорит. Только вот... А как мне теперь бы это установить? Потому что у меня там стоит 3-го максимум уровня. И плюс у меня там ци... Какие-то там циркуиты стоят, по-моему. И 5 хп-чек я купил. Точнее, 4 купил, а одна уже установлена. Ладно, окей. Пока пускай так будет. Ладно. Цитан, иди сюда. Нам с тобой поговорить нужно. Спасибо. Обязательно зайду. О, молодой. Ты хотел со мной поговорить? Хм, насчет того, что я сбил гляд. Я действительно... Ой, вон оно что. Значит, этого нельзя было избежать. Но ты всегда слишком спешишь. Король всегда должен оставаться спокойно, осторожно, обдумываясь все. Мой сын тоже так говорит. Да, я знаю. Я знаю. Кстати, я хочу тебе кое о чем спросить. Попросить. Да? Как странно. Но это касается того корабля, на котором мы находимся. Он же такого же типа, что и Гдразиль. Много лет назад мой старик рассказывал мне, что он был недоделан. Потому что был достигнут успех в мирных переговорах с Кислевым. Я не знал, что он существует. Хм, тогда что тебя беспокоит? Символ на корабле. Это не наш королевский крест. Посмотри сюда. Это... Я думаю, ты знаешь, чей это крест. Я не уверен, но похоже на Шиват. Шиват? Что ты имеешь в виду? Гдразиль, возможно, был сделан не твоим отцом. В то время, вся потенциальная технология не была осознанна, и поэтому была скрыта. Возможно, твой отец боялся его мощи, поэтому и спрятал его. Хм, ясно. Так, значит, он с самого начала был не нашим? Если это так, тогда я хочу познакомиться с теми ребятами, которые сделали такое чудо. Вообще-то, они могут быть ближе, чем ты думаешь. А? Что ты сказал? Ничего, я просто подумал о том, в порядке ли Фиэлли. Извини, это была моя вина. Нет, я не хотел. Я уверен, что с ними все хорошо. Хотя, для этого не доказательство. Я чувствую себя лучше, когда ты об этом сказал. Хотя, я догадываюсь, что ты, скорее всего, врешь. Чтобы я не волновался. Ну, вообще, они довольно-таки живучие. И они выжили, да, действительно. Они где-то там, сидят на осколках корабля. Ждут у моря погоды. Мне кажется, нас отнесло течением дальше. Постоянное перемещение. Похоже на меня. Что ты хочешь сказать? Я тоже плыл по течению. Мною управляли обстоятельства. Нет, это не так. В Абихе, ты помог Барту, когда ему это было нужно. И в Кисливе ты отдал все, чтобы спасти всех. Ты даже много раз заботился обо мне. Нет, я все делаю не так. Почему? Возможно, глубоко внутри я, на самом деле, не пытаюсь помочь. Почему-то у меня возникает такое ощущение, будто все, что я сделал, я сделал для того, чтобы во мне нуждались. Что если я для них что-то сделал, тогда, может быть, у меня еще есть место для существования. Какое-то счастье. Мне такая позиция удобна. Это не означает, что я не хочу помогать, но это и не значит, что я сильно этого хочу. Это не ничего, но точно абсолютно не все. Я плыл по течению, по воле случая, пока я не встретил тебя или... Теперь мы дрейфуем в океане. Извини, я втянул тебя в это. Да все хорошо, обо мне не беспокойся. Я думала, почему я здесь. Я могла бы вернуться назад, но по какой-то странной причине я этого не сделала. Возможно, потому что ты сказал, что лучше делать что-то, чем ничего. Поэтому мне нужно было что-то делать. Это нормально, не чувствовать все. Даже если мы ощущаем... Даже если ты ощущаешь частично... Блин. Я вот сейчас на самом деле даже предположить не могу, что там написано, потому что половина текста отрезана куском. Даже если ты ощущаешь... Место частично завершенным... Даже если ты ощущаешь это не частично завершенным... А, даже если ты ощущаешь это частично завершенным... Если повторить это несколько раз, в конце концов это станет всем. Часть лучше, чем ничего. Ты права, извини. Я думаю, я правильно там понял, что там написано. Если нас спасут, ты вернешься назад? Я, наверное, не вернусь в отряд. Сейчас я не хочу быть там. Более того, я могла бы сделать что-то еще... Что-то еще. Мне не обязательно служить в армии. Поэтому я хочу вернуться в свою страну. Это возможно. Но как же армия? Скорее всего, никто не знает, что я сделала. Они уже, наверное, причислили меня к без вести пропавшим. Хм, надеюсь, что ты выживешь. Я уверен, что ты найдешь свое старое занятие... Я уверен, что ты найдешь свое занятие в жизни. Ты сказал что-то насчет личного благополучия. Да. Не терзай себя так. Всем иногда хочется, чтобы в них нуждались. Все из нас хотят отдать частичку себя кому-то другому. Даже я. Помнишь, как ты заставлял себя есть тот аварийный паек? У-у-у. Эй, ты в порядке? Я же тебе сказал, чтобы ты не ел это жуткое животное. На вкус оно ужасно. В последний раз я ел такую невкусную пищу, когда готовил док. Но если мы ничего не сделаем, то умрем. Видимо, по-другому никак. Я хотел растянуть его подольше. На этом мы протянем еще один день. Но это для экстренной ситуации, поэтому я не верю, что это вкусно. Что? Он сухой и хрупкий. Я так и думала. Но он тебе не нравится, не так ли? Что? Нет, он вкусный. Да, даже замечательный. Чтобы ты со мной не поделилась, это не может быть плохо, не так ли? Ну а ты заставил себя съесть этот паек ранее, не так ли? Чтобы мне выжить, мне лучше им не делиться было. Но когда я увидел, как ты его ешь, хотя он и невкусный, мне стало хорошо. Я обрадовалась, что поделилась с тобой, мне от этого стало легче. Значит, для себя? Да, для себя. Это эгоистично, я знаю. Но поначалу это должно быть нормально. Постепенно начинаешь узнавать, что такое собственное счастье. И когда-нибудь ты сможешь поделиться этой важной частичкой себя с кем-то другим когда-нибудь. А? В чем дело? Да, так, кажется, будто я уже давно говорил тебе это. Видимо, мне показалось. Я не могла тебе этого сказать раньше, потому что мы только что познакомились, не так ли? Да, наверное, мне показалось. Довольно-таки интересно получается. Элли, элли, эй, проснись! Добрый утро, Фей, ты рано проснулся. Для формальности у нас нет времени, посмотри сюда. А? Какой-то кораблик. Интересно. Довольно-таки интересно. И он плывет прямо к этим обломкам. Хм. Интересно. А, это типа мусора собирают, что ли со дна поднимают? Ну или не только со дна? А он довольно приличных массивных размеров. Осколочек-то совсем маленький. Я был так удивлен, что люди могут жить на плаву в открытом море. Более того, у вас даже было два робота, и это неслыханно. Спасибо, ты нам помог. Вам лучше поблагодарить капитана. Ведь именно капитан Темзе отдал приказ выловить двоих бессмолочных людей из моря. Темза? Капитан? Темза, город на море. Вот вы где теперь. Ее капитан довольно странноватый, престарелый чудак. Ты это поймешь, когда с ним познакомишься. Не говоря уже о том, что он странный вредитель. Хм. А как же наши роботы? Об этом не беспокойтесь. Мы погрузили их на Темза. Через грузовой док. Их залило морской водой, поэтому на ремонт потребуется некоторое время. Вы их отремонтируете для нас? Довольно странно. Что мы такие добрые. Вы так думаете. Но вообще-то у нас не было выбора. Потому что капитан приказал это. Что ж, мне пора идти. Я очень знаменитой человек, знаете ли. Приходите на мостик, когда вы немного осмотритесь. На корабле. Я уверен, что капитан захочет с вами встретиться. Может быть он и захочет встретиться, но я думаю, что... Фей, в чем дело? Кажется, я где-то раньше уже встречал этого парня. Не бери в голову. Ну да, он так-то похож на... Как его? Франца? Франко. Короче, пингвин на... Игдразиле. Который за звук отвечает. Ладно. Это все, конечно, хорошо. Но давайте на Темзу мы уже осмотрим следующей серии. А сейчас, я думаю, стоит сохраниться. Поэтому файл... Ну... Так. Где у нас тут это было дело? Вот оно, да? Сейв. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok